Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы проводим цикл бесед, вопросы и ответы. Общая серия их называется «Во свете Библии». Открытым оком, как написано в книге Чисел 24 глава 5-15 стих. И вот сегодня мы продолжаем этот цикл. Брат Игорь Дугунов задает вопросы, которые мы постараемся ответить во свете Библии. Скажу, что само название «Во свете Библии», принятое нами, оно, видимо, кого-то касается. Вот у нас открыт сайт. Это можно посмотреть, посмотрите. Называется «Во свете Библии». Его легко найти. Зарядите, если в Google, Игнатий Лапкин, сайт. И сразу выйти к истине 1.народ.ру. «Во свете Библии». А внизу написано «Православный библейский сайт». Все говорят, ну, как может православный и библейский? Православные вообще Библию не знают и не хотят знать. Им лишь бы было богослужение, треба. А люди в основном это крестный ход, пойти мощи. Ну, что ли видят, то и говорят. Ну, что ж. У нас открыт еще и форум. Вот он, форум открытый. Называется «Православный форум Игнатия Лапкин». Полное название «Во свете Библии». Во свете Библии. Вот у меня открыто еще и есть кое-что еще. Это вот, если так посмотреть, мой мир. Показать, как оно стоит. И тоже ответы даются здесь на тысячи людей во свете Библии. Вот оно. Сейчас покажу. Во свете Библии, значит, мы на каждый вопрос находим ответ в Святой Библии. Так оно или не так. То есть мы желаем знать волю Божию. Вот он, как наш сайт выйдет. Это, так сказать, Mail.ru. Ну, кто желает быть в друзьях, зайдите в Mail.ru, наберите Игнатия Лапкина. Я один. Если Кузнецовых и Иванов 144 тысячи, то Лапкина один, Игнатия. Так что нам легко войти. И, кроме того, у нас открыт православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии». Недавно начал работать. У нас чужих ни одного видеоролика нет. А это 900 с лишним. Это наше собрание, занятия, беседы. Вот то, что сейчас цикл идет «Открытым оком во свете Библии». Детский лагерь, деревня, наша миссионерская работа. Здесь все абсолютно показано. Мы ничего не упускаем. Потому что во всем есть польза. Так как делаем все это с молитвой. Слушаю вопрос ваш. Слышал, что обращение митрополита Лариона пришло вам. Последнее. Вот хотелось бы узнать. И прокомментируйте его. И покажите вообще, о чем митрополит вам пишет. Мне вчера уже поздно ночью только сообщили, что, оказывается, его уже напечатала местная газета, Алтайская миссия, Барнаульская Алтайская миссия, Московская патриархата. А мы-то все еще относимся к русской православной зарубежной церкви. Как-то странно так. Наш архиерей дал материалы им. Они печатают письмо, которое к нам, и батюшка ничего не получал. То есть они открыто делают. Я не противоречу. Ну, когда если мы это делаем, почему вы считаете, что это... Так вы считаете, так нужен, так сделали. К нам пришло это с запознанием почти в месяц. Вот оно. И мы сейчас его прочитаем. Мы сегодня только увидели. Я это увидел, ну, минут 20 назад только. А сегодня это 8 апреля 2013 года. Ну, и сейчас сколько-то времени я скажу по-нашему. 10 часов 5 минут. Ну, полдесятого я только узнал, что оно существует. Ну, сейчас постараемся мы его прочитать. Я его успел скопировать, чтобы увеличить буквы для съемки было лучше. И тогда мы объясним. Пожалуйста, брат, прочитай. Обращение митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона, первоиерарха Русской Православной Церкви за границей, его высокоблагословению, протеерею и Акиму Лапкину. Дорогое Господи, Отец Иоакин, мир вам и благословение Божие! В преддверии Великого Поста спешу вновь призвать вас, клиры прихожан, возглавляемых вами общин, находящихся на территории Алтайской епархии, Русской Православной Церкви, подчиниться Преосвященному Епископу Максиму согласно договоренностям, достигнутым в ходе переговорного процесса между Русской и Зарубежной Церковью и Московским Патриархатом и возносить имя вашего нового правящего архиерея за всеми богослужениями. Страх – это нездоровое чувство. Не следует бояться ни людей, ни обстоятельств, ибо пастырь и начальник Христос глубиной мудрости и человеколюбно устраивает наше спасение в Церкви. Бояться мы должны только Бога и нарушение Его спасительной воли, всегда и всякого направляющего ко благу. Вам пора принять таковое о вас Божие промышление и с добрым сердцем обратиться к епископу Барнаульскому и Алтайскому Максиму с просьбой о приеме. От души снова благодарю вас и ваших сподвижников за любовь, преданность и верное многолетнее служение в недах Русской и Зарубежной Церкви. Надеюсь, что на предстоящей новой стезе вы будете продолжать приносить обильный плод доброй церковной жизни, служа под теплым архипастерским амафором и мудрым руководством Преосвященного Максима. С любовью о Господе Иларион, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, первой рах Русской Православной Церкви за границей. 12 марта 2013 год. Ну, дальше справка. Справку Алтайской миссии. 17 мая 2007 года был подписан исторический акт о каноническом общении Московского Патриархата и Русской и Зарубежной Церкви. Возрождение церковного единства явилось важнейшим условием для восстановления утраченного единства всего русского мира, одной из духовных основ которого всегда была православная вера. 26 ноября 2011 года в Барнаульской епархии побывал с визитом епископ Домодедовский Евтихий, викарий Московской епархии, управляющий приходами РПЦЗ, находящимися на территории Российской Федерации. В епархиальном управлении состоялась встреча Преосвященного Максима, епископа Барнаульско-Алтайского и Преосвященного Евтихия. На встрече также присутствовали настоятель храма села Потеряевка Мамонтовского района и храма Крестовоздрежской общины в Барнауле Протерей Иоаким Лапкин и староста православной общины села Потеряевки Крестовоздреженской общины города Барнаула И.Т. Лапкин. Также состоялась встреча в расширенном составе с прихожанами Крестовоздреженской общины, клиниками Барнаульской епархии. На встрече владыка Евтихий призвал забыть не строение и не урядицы, бывшие между общинами зарубежной церкви и Московской патриархии, так как спорные вопросы сняты на согласительной комиссии во время вхождения зарубежной церкви в Московскую патриархию еще в 2007 году. А в 2012 году заканчивается срок вхождения общины в ПЦЗ в состав Московской патриархии. Вот здесь фотография. Это отец Аким стоит как раз в соборе Покровском, когда было одновременно служение. А это первый иерарх русско-зарубежной церкви Иларион. Мы с ним хорошо знакомы, когда он был еще секретарем-синодик. Это было в июле-августе 1992 года, когда я был по его приглашению и приглашению митрополита Виталия там, в Америке. Он мне два приглашения присылал, и в Канаду еще было. Ну, так как здесь мелко, кто снимает, сказал, нам трудно снимать, мы решили тогда это переснять. Переснять, чтобы это же самое теперь уже с комментариями. Вот дальше. Ну, тут понятно, преблагословение. Высокое преблагословение. Такого я первый раз еще. Ваше преподобие такое встречал. Откуда-то новое уже возвышение отцу Акимову. Ну, мне сейчас это напоминает, как Паулюсу. Он еще там в окружении, ему бацфельмаршала дали. Ты только держись, а он же пленен. Мы молимся о всех. И о патриархе и прочее. Теперь я дам. Я, Лапкин Игнатий Тихонович. Староста тут я являюсь только в Барнауле. А в Потеряевке это другая община. Тут неправильно указано. В Потеряевке староста Устинов Андрей Владимирович. А до этого был Плотников там, был Дмитрий Устинович. Так что это разные совершенно общины на разной территории находятся. Вот, теперь считай по порядку. Дорогой Господи, Отец Иоакин, мир вам и благословение Божие. В преддверии Великого Поста спешу вновь призвать вас, клир и прихожан, возглавляемых вами общин, находящихся на территории Алтайской епархии Русской Православной Церкви, подчиниться Преосвященному Епископу Максиму, согласно договоренностям, достигнутым в ходе переговорного процесса между Русской и Зарубежной Церковью и Московским Патриархатом, и возносить имя вашего нового правящего архиерея за всеми богослужениями. Ну, еще это могу сказать. В первую очередь, у меня нет никакой уверенности, подтверждающей, что это именно от Илариона. Нам никакого документа не было. Я это комментирую то, что написано в Алтайской миссии. Это они опубликовали на их странице. Теперь доказательство, что на их странице опубликовано, это можем только открыть миссию и посмотреть. Тут они не откажутся. Поэтому то, что я буду говорить, требует еще некоторой поправки. Допустим, нам сейчас Иларион сообщит, скажет, у вас какое-то там послание мое, как Павел говорит, от нашего имени послал, вы не спешите колебаться умом. Я это применяю к себе. Но говорю, как если бы такое было послание от Илариона, то что бы мы могли сказать? Я пока не уполномочен это говорить от отца Иоакима. Он в Потеряевке, и о том, что мы вот сейчас это говорим, он понятия не имеет. И знать, может быть, узнать только через неделю, когда приедет сюда исповедовать и прищищать людей. Мы здесь сами, это лично мое мнение, и я его выражаю. А я задаю вам вопрос. А вы задаете вопрос, только и всего. Тут иногда так, уже меня связывают со всех сторон. Вот вы говорите, ваши ролики такие хорошие, ну так нужно, объясняете там о молитве, там о постепе. Но вы как-то касаетесь московской патриархии. Если только скажете, московская патриархия, а мы куда-то это ставим, на другие там ресурсы, мгновенно высчитывают и сразу, и нас закрывают, как называется, закрыли, забанили. Вы даже не понимаете, что это такое. Это означает, второе, Парарапаминон, там он говорит 25-16, Бог решил тебя убить, а ты, будучи обещаем, не слушаешь. Они не слышат ничего. И таких же ставят служители, которые сразу, все, мгновенно. Вот у меня, я показал форум, показал сайт, и к нам приходят свидетели Иегова, адвентисты, они печатают, и все остается. Даже иногда они чрезмерно начинают хулить церковь, я их убираю, а что они сказали, все остается. Здесь нигде ни одного слова, чтобы не было. Что обо мне плохое, когда было говорено, когда я был судим на процессе, все до единой строчки помещено в моей книге для слова Божия нет уз. Я уважаю своих читателей. И вот здесь я хочу сказать, сразу же, в преддверии Великого Поста, значит, это еще до Поста было, спешу. Я обращаю на это внимание. Что за спешка? Перед Постом как раз это явно, что нужен покой, дух, мир. Значит, если это от нашего первого иерарха, то все ли он знает, что здесь делается? И почему именно сейчас он вдруг ответил? Прелюдия была такая. Однажды на нашем церковном собрании, после богослужения, когда батюшка был, после божественной литургии, я батюшке задал вопрос. Вот столько мы писем, пишем Илариону, уже сколько лет-то, пять лет-то, и ни разу, нигде, ни одним словом он не обманывался. Ну, буду думать, чем могу, тем помогу. Такие слова были. Но конкретно, что ты думаешь? Батюшке эти слова как-то не пришлись по сердцу. Откуда я знаю, что он думает? Я поясняю батюшке, не что он думает, а ты думаешь. Какие причины? Почему он не отвечает? И вот это, вот это, обычно на нас не обращают внимания, но вот этот ролик, то есть он тоже в виде ролика-то, попадает на первую страницу РИА Новости. И рейтинг ее мгновенно взлетел. Почему? Какая-то неурядица там у них, там вот это, то другое. Они даже до конца ничего не понимают. Это стиль работы московской патриархии. Даже ничего не понимая, они жмутся туда, говорят, не к сталинскому голенищу, а к кризам этим золоченым. А эти уже к сталинскому голенищу жмутся. Этих прихлебателей, вот эти называются лизоблюды, кого там, они так легко, эти прозвища прилипают к верующим. У верующих должно быть одно, мой Бог. Из руки его ничто не исходит, ни высота, ни глубина. То есть какой бы ни был высокий человек, какой бы подлый ни был, он меня не может сбить. Надо понимать, о чем там говорится. И вот какой-то страх все объемлет. Я уверен в том, что мне Бог положил. Что слова Библии, где дух Господень, там свобода и истина, где нет свобода, там рабство. Там царствует дух сатаны. Он угнетает душу, не позволяет развиться талантом. У нас дух свободы во Христе. Наша община под крылом, под защитой, под покровительством, под домофором Русской Православной Церкви состоялась. И наша община, повторяю, одна такая. И за рубежом, и в России больше нигде такой нет. Все до единого крещены в полное погружение. Все до единого. Троекратным полным погружением. Все до единого пришли в сознательном возрасте. Все до единого уверовали во Христа, как в своего личного спасителя. Все до единого постятся. Все до единого с бородами. Ни одна женщина в брюках не ходит. И мы православные. Никакая община нигде не занимается столько миссионерской деятельностью. Ну сами сравните, не бойтесь моих слов, что мы пока единственные, но мы зовем к этому. Только в прошлом году, в 2012, только за три месяца одну неделю, три месяца одну неделю, мы посетили 240 городов и районных центров. Начиная от Москвы, Дальнего Востока и Находки. Мы в прошлом году только не взяли, мы никогда не берем ничего, а только жертвуем. Пожертвовали книг на 3 миллиона 150 тысяч, будучи самыми бедными. Сегодня говорят, больше нас никто не поучаствовал в сборах средств для перевода Библии на народности, живущие в Алтае. Там уйроты, какие живут? Горноалтайцы. Это Бог делает. Это невозможно. Просто это невозможно. И вот эта спешка, спешу что? Я понимаю так, что этот ролик, который там уже на время новостей выставил, вполне мог быть известным митрополиту Иллариону. И это, ну и в патриархии, раз они поставили известно, теперь они находят момент давануть на него. Повторяю, все, что попадает под покровительство московской патриархии, они мгновенно это разжиживают и превращают в другой материал, совершенным. Я знал людей смелых, верных, знающих Писание, приходящих из сектантов, которые в моем доме пришли, вплоть до военных следователей, вплоть до сотрудников КГБ. Уже оказалось, эти устоят, и они не устояли. Они все под себя подгребают, сдавливают. Вот сюда, почему православную церковь сегодня, ни один сектанк по-другому не называют, как блудница, сидящая на звере с чашей мерзости. На челе, в которой написано тайну, все что-то таятся, что-то делают, там написано о городе, это неправильно они говорят, но слишком уж похоже. Слишком похоже. И вот эта спешка, если это от него идет, чем она вызвана? Ведь мы ни день, ни два здесь уже находимся. Наша община только вот на этом месте, с 97-го года. В 91-м получена регистрация, а существуем тому уже не одно десятилетие. Что у нас? Деревня с нуля строится. 17 тысяч сел разрушено в России, полностью исчезли. Мы на пустыре, среди крапивы ставим первую палатку, где нельзя ни воровать, ни пить, ни курить, ни материться, ни лгать. Мы живы. Живы. Школа государственная работает, храм, верующие люди. А какие мы испытывали нападки? Даже высказать нельзя. Дальше. Вот я говорю, миссионерская работа. Мы только позапрошлый год там посетили, до этого было 57 сел, районного, другого масштаба, заходя в каждый дом. Договариваясь с администрацией района, с администрацией большого села, нам дают клуб или дом культуры, или стадионе, мы на стадионе собираем людей. А приходящим дарим Нового Завета. Мы подарили 30 тысяч Евангелий, а там всего 10 человек потеряются. Так если это на 10 человек, умножить это на 10 миллионов, что бы могло быть сделано в патриархии? Притом мы, проповедуя, люди, которые обращаются, всех до единого, повторяю, всех до единого, направляем к московской патриархии, к местному архиерею. И все до единого сразу же бросаются на меня. Это необъяснимое явление, находят объяснение только на страницах Библии. Желающие жить благочестиво будут гонимы. Свет борется со тьмой. И они ничего не могут сказать против, когда, что вы злобитесь, я говорю, сразу вызывают милицию, это сергианцы. Порождение Беревско-Сталинского заговора. И сегодня вот это Путина, это так называемое объединение, это их продукт, это одна и та же система работает. Это система. А душе нет слова. Даже здесь тут послание, и никакого Христа, ни Библии, ни разу ни в одном послании, ни у патриарха, ни у кого я не встречаю. Им это не надо. Это умение, технология, объединение, свернуть и прочее. Они все это могут сделать. Вот эти тихие революции, оранжевые, белые, красные, сирии, это все из одного мешка масонского идет. И нас призывать пойти туда? Господи, оборони, спаси и сохрани тех, кто это пишет. Они не понимают, что это такое московская патриархия. Я сейчас по частям только это покажу. Ни о каком перемирии речи не может быть. Потому что мы смотрим не на то, что рядом стоит человек, а кто за ним. Вот мы приезжаем, благословляемся у священника, местный настоятель. Мы приезжаем к вам через полтора недели. Все, благословение получили. Мы расклеим афиши, приезжаем. Он за полтора, полдня остается только. Он звонит, чтобы не приезжали. Как так? Да весь народ же собирается. Село там 7 тысяч человек. А я сказал не приезжать. Да вы над нами не распоряжаетесь. Как вы можете? Мы же с вами же договорились. Благословились. Почему? Сверху благочинный сказал. А ему сверху вот этот добрый, который по теплым амфорам хочет нас испарить. Не надо нам теплого амфора. Мы до Крайнего Севера доходим и спускаемся до Юга с Евангелем в руках. Мы видим, что здесь делается. Вы просто там за рубежом не знаете, потому что общая обстановка у вас точно такая же. И когда я был там, вы меня расспрашивали за столом, когда митрополит Виталий был. Мы сидели за столом, когда мне налили полный стакан вина и сказали выпить. Я говорю, я не пью. Сказали, что говорят, что вы против вина. Я не против, я выпил. Я говорю, ничего особенного нет, больше не пейте. Я напоминаю вам, вы со мной, Иларион, ездили к баптистам далеко. Для того, чтобы с ними у нас состоялся диспут, побеседовали. Батюшка с вами встречался не один раз, в Австралию к вам ездил. А вас у нас только самое доброе воспоминание. И вот теперь эта спешка, спешит кто? Кто вас давит там? Попытки объединить нас, под Максима подмять-то, они были здесь. Были. И патриарх спрашивал об этом. Это мы уже теперь знаем. И спрашивал Евтихия. А Евтихия ответил, уже от его слов мы берем-то. Было бы все по-другому, как бы вел себя по-другому местный епископ. Вот и все, теплое руководство. Мы не птенцы под поруни, под курицей сидеть. Нам Господь обещал другое. Грозы. От моря до моря пройдут люди, ища этого благовестия, которое мы несем, и не найдут. Что дальше получается? Они ни под каким видом не хотят нас видеть. Они нас на дух не переносят. Вот мы находимся в Прощенное Воскресенье, в местном Покровском соборе. Тут служит епископ Максим. Мы приходим всей общиной туда. С детьми, жены, дети. Мы подходим чинно, в конце года. Стоит более 20 священников и Максим. Он ласково нас всех благословляет. Мы выходим на улицу. И у нас... Сейчас я покажу, минутку только. Вот. Маленький здесь... Здесь у меня здесь... Вот он где. У нас есть пригласительное на наш сайт. И вот этот брат, тут написано, Кристина, «Один народ ру». Не знаю, видно это или нет будет оттуда. Вот посмотри, какое. Вот этот брат, Добунов Игорь Владимирович, Сколько тебе лет? 48. Представьте, 48. Это сейчас наша общая. Он в одеянии, подрясник. Прощенное Воскресенье. Семинаристы, семинаристы прошли. Мы прошли, мы выходим. И вправо от семинария, их там влево. Они туда идут. Совершенно отдельно мы идти туда. Они к нам сразу подходят. А что вы тут делаете? А брат раздает именно вот эти визиточки. Кто люди выходят? На наш сайт. Их не касается. Это за пределами церкви. Даже не на территории. Мы на улице находимся. Никитина, 137. Они подходят, окружают его. С ними рядом священник. Один раз выслушайте. Ну ты, козел! Ты дурак! Наши сестры говорят, вы что делаете-то? А священник стоит и смотрит на них. Вам кто так позволил? Батюшка благословил. Прощенное воскресенье. Идем от одного архиерея. Они по-другому не могут относиться. Это волки. Я этих ребят знал. И были нормальные ребята. В течение одного года они трансформировались. И сделали слютые волки. Деяние 20 глава. Потом, когда мы будем сидеть с Максимом и Фихием. И у него там в рамочке, видимо, лучший семинарист. Я говорю, кто? Ну видно, отличник. Это ваш волчатник. Вы подвергнетесь здесь уже на земле уголовному преступлению. Наказанию. Что вы делаете с людьми? Уродуйте души их. Это я сказал лично ему в лицо. И рассказал, что они делают. А другой стоит. А что ты разговариваешь с ним? Вот такой юнец учится. Ну они все желторотые пинсы. Да дай ему в морду. Это прощенное воскресенье. Вышли из храма. И куда нас толкать-то? Кому толкать-то? Это зверинец. Сестры наши, нежные голубицы, одетые по форме. Все спрашивают, из какого монастыря приехали. И они никого не понимают, почему. Его кормят жареной рыбой в пост. Они делаются свирепыми и негодными. Дальше мы идем по улице. Кто бы ни шел, мы всем раздаем визитки. Все до одного благодарят. Ни одного случая нападения нигде не было. Когда они были комсомольцами, эти ребята, нормальные ребята. Но попав сюда, где они находятся здесь, из них вышел весь этот дух. Духом злобы, подозрительности, угодничества наполняются. И вот эти будут будущие батюшки, отцы. Они кого-то поведут. Куда они поведут? Дальше. Вот спеши слово. Я на него очень большую ставку делаю. Значит, кто-то поджимает. В прошлом году у нас было здесь три встречи. Первая с Евтихим. Договорились здесь. Они к нам приходили сюда. Встреча была здесь. Ну, встреча-то хорошая. Четыре священника было. Карелин, кажется, отец Владимир. Дальше отец Александр Войтович. Тоже благочинное все. Преподаватель в их семинарии Фисун Сергей. И секретарь местной епархии Сергей Беляев. Мы договорились. По телефону, лично. Что когда мы придем туда, в епархии встреча будет, епископов наших. То мы все это снимаем на видео. Пожалуйста, мы тоже будем снимать. На утро я еще раз звоню. Ничего не изменилось? Нет, нет, нет. Все нормально, нормально. Приходим туда уже за столом. Сидим. А мы решили, что не будем записывать. Как это в односторонном порядке-то? Мы пригласили людей. Я приглашаю людей, профессионалов, которые снимут для людей, покажут. А они начинают надо мной издевать этот самый Максим по теплым афорам. Ну что вы, как какие-то НКВДшники, КГБшники. Это он мне говорит. Говорит, хочешь кого сильнее обвинить, обвиняй в собственных грехах. Я эту тактику знаю. Так что вы не запрещаете. Ну а зачем это нужно? Это не надо. Я встал и ушел. Просто мне мерзко стало на душе. Но, так как тут был наш архиерей, половина людей с батюшкой все же решили остаться. Почтить их. А на завтра литургия. И наши пошли туда, детей повели всех в собор. И все там дети наши причастились. То есть мы вошли в акт канонического признания. И это все снято. Но там теперь они нам разрешили все снимать. И сами снимали большую аппаратуру. А у нас-то небольшая. И когда после договариваемся еще одна встреча, эта рабочая группа должна быть создана уже в епархии. Там уже разговоров нет. У меня с редакции снимают профессионально. Потокорреспондент Волобуев. Он снимает. Александр Павлович. Он снимет все потом. И все будет выставлено там. Другие снимают. На двух видеороликах снимают. Нормально. И дали мне слово. Когда была первая встреча сейчас здесь у нас, я не проронил ни одного. Только одно предложение сказал. У кого зазводит телефон, вы не выключайте. А то вас может ищут. В коридор просто шагните и тут переговорите. Все. То есть я старался как-то, чтобы им удобно было. Далее говорили они и батюшка. Нам нужно шахматные часы, чтобы поровну говорить. Но тут не было установлено. Но оказалось, что на одной другой стороны на две минуты только говорило больше. Как Господь это слышит молитвы. А говорили разные люди. Никто на время. Ну там записывали. Я просил записывать. И вот в епархии батюшка, отец Аким говорит. Ну давайте. У меня нет опыта, говорит, по миссионерской работе. По благовестию. А вот брат-то у меня, он большой опыт имеет. И еще с оговорками, все-таки мне дали. И далее я говорил. Да, я высказал все. А не давайте перенеснем страницу, вот как сейчас забудем старые неурядицы. Какие неурядицы забудем-то? Вы же остались те же самые. Как это забудем-то? Написано так. 17.3 Евангелие от Луки. Согрешит против тебя, брат, что перелеснем страницу? Или там где-то вы в Америке будете решать, как нас мирить? Написано, вы говори ему. Вы делаете это совсем не то, что Бог заповедовал. Для вас Евангелие не существует. Но если он не послушается, возьмите двух-трех. Не в Америке, не в Москве они там будут решать. Мы должны решать, меня обидели. Двух-трех я пришел, но он не слушает. На третий этаж идем. Сказать всему собранию, всей церкви. Они послушают, на первый этаж скидывая его, как язычник и мытарь. Вот как надо. И тогда я сказал, вот мы были здесь, Коробейниковская, есть икона такая, чудотворная. Вот, считают ее такой. И туда крестные ходы идут Коробейникова. И мы туда от нас 250 километров туда ехали. А население там примерно тысячу человек, человек тысячу. А служат семь монахов и романахов там где-то. И в воскресенье шесть человек только приходят. Обслуживая еще больше, чем население. Мы прочесываем деревню вдоль и поперек. Три евангелия только в деревне оказалось. Мы в каждый дом занесли 450 новых заветов отдали. И всех приглашаем приходить и в храм, который здесь есть. Когда мы возвращаемся к храму, там церковная верхушка, отец Роман, все уже нас ждут. И все это заснято. У него только одно. Игнатий Тихонович, я прошу вас, уезжайте поскорее отсюда. Уезжайте. Я читал ваши книги, там неправославная, юридическая. Какую книгу еще? Он не разговаривает. Он в глаза ее может не видал где-то. Уезжайте, уезжайте. И тут же майор милиции. Вот это и есть стельгианство. На совести патриархии, то есть стельгианство это и есть патриархия. Они все туда были приняты. Тысячи священников, которых предавали. Предавали и отрекались от них. В мировой истории церкви не было этого. Чтоб священном начале предавало своих героев и называло их врагами. Контрреволюции. Врагами народа. Это все на их совести непокаянно. И они сегодня такие. Там приехали в Ребрихе, где договорились. Он вызывает. Ему надо натравить. Экипаж милиции стоит. Они говорят, это свидетели Юговы. Он на сто процентов знает, что мы православные. Вчера нас благословлял. С батюшкой нашим встречаются. Но он в московской патриархии. Он не может без лжи. И когда меня спрашивают, что такое патриархия. Одним словом ложь. Второе всегдашняя ложь. А в три слова тотальная всегдашняя ложь. Между людьми, между священником, пастой. Они этого не понимают. Везде ложь. Лгут государям. Лебезили перед той властью. А сейчас вот атеистический режим погубил. Да вы при них получили эти должности-то. Вам стыдно это говорить. У гроба Сталина распинались. Под мудрым его водительством. Сто голов подлетело. Вот мы в Павловске. 50 тысяч населения. Мы приезжаем на многих машинах. Захватываем все село и везде заносим Евангелие. Зовем людей в московскую патриархию. Священник немедленно вызывает милицию. И милиция все это заснято. Это в роликах. Я эти все ролики вместе собираю. Секретарю даю. Вот вызовите тех людей, которые это делали. Вы все такие. Но эти конкретно. Вызовите. Мы с ними здесь решим вопросы. Ну вызовите отца Романа. Из Коробедникова. Ну вызовите от которой был в Ребрихе. Там отец Олег. Ну вот в Павловске отец Александр. Конкретный вот материал. Я это и в тихию дал. Вы думаете они вызовут? Нет. Они поступают как вот эта банда какая-то. Организованные преступники. Они их прикрывают. Своих не выдавают. Не выдавают. Да в чем же ваша вера тогда? Я прошу вызовите их. В епархии. И мы тут начнем. Как примирять? Это когда ничего не решено. Они остаются те же волки. Мы находимся где свидетельствами. Народ везде принимает прекрасно. Там где нет храмов. Где храм Московской Патриархии. Там протравлено 50 лет. Ничего нельзя говорить. Они лгут. Вот мы свидетели Игова. А там оказался корреспондент. Немедленно Алтайская Краевая Юстиция. Да зарегистрирована. Ну да. Какой номер? 139. Да что это они? Нормально православные христиане. Все. Подходят к милиции и говорят. Да это православные. Вас обманули. Те развернули. Завтра пишут в газете. Кто интересно священников уполномачивал быть секретарями по идеологии КПСС. Кого в клуб пускать, кого не пускать. Это им вернулось тут же. С привязком. Они другими не могут быть. И спешить туда назвать, это значит спешить умертвить нас. У нас не было бы ни сайта, ни форума, ни работы миссионерской, ни детского лагеря. Они уничтожат сразу все. Они не борются ни с кем, ни со свидетелями Иеговыми, ни с баптистами, только с нами. Те, которые ушли к Агафангелю, к Тихону, Омскому пасечнику, к Орлову, Никите, и он Антоний теперь. Он говорит, 13 юрисдикций. Мы ничего не сделали, ни против патриархии, нигде. Мы просто боремся за чистоту. Вы посмотрите, зайдите к нам. Вот про такую общину Валент, император Иритик, когда был на Богоявление, на крещение, у Василия Великого. И сказал, такого порядка я у себя не видел. У нас когда священники бывают, ну бывают такие, которые не наши, служат. Он говорит, мы не знаем даже, как здесь народ. Он говорит, уже службу пора вести, а никого нет. Открыл дверь, полный храм. Ни одного шепота, ни одного звука, ни одного переступания нет. Мы к Богу пришли, они этого в глаза не видали. У нас соглашение идет от 3 до 5 лет. 450 или 550 часов академических. А тут два раза. Все до отмазки. У нас ни за что деньги не берут. У нас священники чистые, восковые, с пасеки, воск. Даже мелочи, о которых говорю, там ничего этого нет. Мы знаем всех до единого больных, роженец, где кто находится, почему не пришел. У нас все до единого правила вселенских соборов проработать. До единого. Ни одно не нарушается. Силы положены большие. Патриархии сегодня и в каждом храме из 719 действующих правил, 7 вселенских, 9 поместных, из 17 святых отцов, 413 правил стали направлено, умышленно попираются и отвергаются. Я выстроил это все, и Жордан Виле дал этот материал. Они попросили для публикации. Куда идти? В это болото? В эту смерть? Я даже сомневаюсь, что... Ну, все, конечно, может быть. Если уже подчинились патриархии, то не только герои какие-то, а супергерои будут перемолоты ее. Оно там все изоржавеет. Если уже так подчинились, я не сомневаюсь же, батюшка уже вызывал тут делопроизводитель, будто бы митрополит в Арсеновье, что батюшка приехал там решать. Им нужно нас сейчас раздавить. Недавно Комсомольская правда, еще я читал, писали, самая страшная мафия, это не Коза Ностра, не то, что которая там здесь перечисляет Тамбовская. Самая страшная старковная мафия. Совершенно ни перед чем не останавливается. Они могут только убить. Это пострашнее чеченцев всего, что есть у нас здесь. На любую подост, на любую ложь идут. Вот сейчас мы с ними разговариваем, он поворачивается и лжет. Вот он попался, сидит священник один, второй там с малолетними. Ну вы знаете, что они делают с малолетними. А я сотрудничаю с тюрьмой 17 лет, иду по камерам. У меня друг, близкий человек, прокурор края, генерал-лейтенант, начальник тюрьмы, знакомый. Я имею доступ к смертникам. Священники на пути становятся, нас не допускать. А он там работает. Я работаю 17 лет в тюрьме. В камеры захожу. Мне дают документы работать как следователю. Из тех, которые 5 человек готовы осудимы, трое выходят до суда. Я могу показать результаты, благодарности от тюремного начальства на каждый год. Но вот там появился священник, его там не было. Теперь он ничего не делал. Он пришел в один день, 470 покрестил. Я за 17 лет не одного. Но там нет захвата заложников. К нам относятся с трепетом буквально. Я веду занятия, уроки со всем персоналом тюрьмы. Ну специально, они делают это. Он пришел, все разрушил сразу. А у нас уже так принято, чтобы только вот по связи с силовыми структурами. У нас там Дмитрий Смирнов, а теперь назначен я, он. А начальники говорят, ну мы ничего не можем сделать. Он принес правду, показывал справку. Что нас за воротник и выбросили. Я туда им привозил сразу по 4 тонны необходимого для тюрьмы. Ходил, добывал там и пупайки, и мыло, и еще так и не было. Один раз я по радио выступаю, нету. 54 радиоприемника привез. Я выступал, 3 радиопрограммы вел. У меня есть доступ. Но появился поп православный. Наверное, сожрал все. И нас уже внутрь теперь не пускают. Он там один шастый теперь. Он обратит кого-то? Да нет, конечно. А мне говорят, а почему он такой все время приходит и пьяный и грязный? Ну я что могу, вы же избрали. Я веду занятия в летном высшем авиационном училище. Не один год. 475 курсантов. Ну вот, когда назначили силовые эти структуры туда, в это время начальник вызывает меня, Мазур Николай Павлович, кажется подтолковник, и говорит, знаете, Игнатий Тихонович, вот пришло постановление такое, что теперь никого не пускать, кроме тех, кого назначили. А почему? Грачев, министр обороны, и патриарх Алексей Второй, они заключили союз. Теперь ракеты будут охранять ремлянка Варвара. Большего безумия даже сатана не может придумать. Я говорю, ладно. Но они у вас занятия не будут вести. Почему? Они ничего не делают даром. Они будут и помогать у вас деньги. Какие деньги? Нам же помещение предоставили. Да вы не знаете, с кем договор заключили. Со смертью. Какие-то слова говорите. Да к нам же сказали. Ну, в общем, мой телефон отдаю вам. Проходит две недели, они звонят. Дело в общем, что они от нас запросили деньги за каждую лекцию. Они говорят, а Лапкин у вас уже сколько лет ведет, и ни разу не получал ни копейки. Но они не Лапкин. Я 17 лет только в одном университете веду полную программу, ни рубля. 40 лет начальник детского лагеря, ни рубля. У меня нет ничего. Ну, таких-то вы немного найдете, которые бы от всего отказались. Но мне Бог дал это. Тем более, это дело без надсады, с радостью. И на этом фоне они вообще никакие. И меня снова пригласили, я снова веду занятия. Вот и все. Теперь я в разных местах, на всех заводах, школах, пяти университетах, во всех отделах милиции, пять отделов, гор УВД и край УВД. За мной они везде лезут. Местные священники. В Алтайской правде, краевой газете пишут статью. Кто же такой Игнатий Лапкин? Они лгут напропалуют, что угодно. Вот они крестят, полное погружение. Это как подражание Нептуну. Кажется, а фонареть надо. Он не крещеный поп, как у Лескова написано. Они безумствуют на каждом шагу. И вот эти сидят в тюрьме, попы и романахи. А я им несу передачки. Я за них ходатайствую. Вот один из них сидит Суртаев, отец Владимир. Я иду к прокурору, к краю говорю. И кто его посадил? Место епархии. Я иду в епархию, говорю. Но он там какой-то дом присвоил. Но он сидит, а вы на свободе. Епископ Антоний был. Главный обвинитель против него выступает, ну, как у них называется там, по денежным делам, как не кассира. Казначей. 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 Вот казначей, там отец Симеон Носов, кажется. Теперь отец Дмитрий Капранов из Заринска. Там еще кто-то. Их всего три священника было. И вот этот тоже, и романах. Ну, и епископ. Но внезапно отца Владимира освобождает уже из лагеря. Он теперь ходит к нам на богослужение. Я говорю, отец Владимир, вы учили своих прихожан, что мы не имеем Божьей Матери икон. Да, говорил. Ну, а ты сейчас видишь иконы Божьей Матери у нас, и молитвы Божьей Матери считают. Ты знал это, конечно, знал, зачем ты говорил. А чтоб к вам не ходили. Понимаете, ну, как с ними разговаривать-то? Ну, ты же знал, что у нас православная вера. К чему ж не знал-то? Вы же потеряете под степнутым. 17 километров я рядом здесь нахожусь, я все знал, я приезжал к вам. И умышленно говорил, умышленно. И это абсолютно всегда. У меня суд. На меня давит сильно. Я уже арестованный, уже идет краевой суд. Самые подлые показания дает священник, отец Михаил Скачков. Дает показания, что Игнатий, а что его арестовали, это закономерный исход. Он нарушает наше лояльное отношение по отношению к советской власти. Прямо записано так. Далее, Игнатий ждет мессию с запада. Я на суде сказал, отец Михаил, я жду его, грядущего на облаках небесных, силой и славой великой. И шагнул через эту перегородку и говорил, благословите меня. После этого всех свидетелей от меня далеко остали. И он благословил, я говорю, я вас прощаю. Он умрет скоро. Он умер. А когда отец Владимир вышел оттуда, началась расправа. В 41 год внезапно умирает епископ. Казначея режет, как барана его шофер убивает. Внезапно этот Капранов умирает. Полное развеяние. Я знаю, что за этим следует. Поэтому я боюсь Бога. Думаю, что за всю жизнь я не осквернил язык ни одной ложью умышленно. Ну, мог не умышленно сказать. Сказал, брат сегодня придет, а он занят на работе. Говорит, меня вызвали на работу, и он не пришел. Я солгал, я прошу прощения. Но он говорит, ну, он вчера мне сам сказал, что придет. Я к примеру говорю, как это. И вот это скоро, значит, кому-то мы поперек дороги стоим. И вот это давит, если только он... Это его давит так. И теперь они говорят. Возглавляемых общин, находящихся на территории Алтайской епархии. Территория Алтайской епархии. Я выделяю. Более лживого ничего нету. Вот эти слова. Окормлять. Оцерковлять. Самые гнилые, тухлые, противные слова. Не евангельские. Вы откроете словарежек. Окормлять означает отравлять, перекармливать. Всех окормили. Любой. Приходи с улицы, прищищайся. Любой. А Иоанн затруднит. Тело мое лучше отдам. Псам, собакам. Нежели недостойно прищищающимися тела Христова. Вот что сказать. Это я теперь хотел бы подтверждение найти местной епархии. Я спрашиваю. Дайте мне границу вашей территории. Где это? Ваша каноническая территория. Ну, нет, конечно, Барнаул входит. Давайте. Я буду говорить только про Барнаул. Скажите. Вот я где здесь живу. Вот двухэтажный дом здесь. Здесь. Тут десятиэтажный дом. Это входит? Да, входит. Давай. По двухэтажным домам. Вы хоть один раз были за годы эти? Ни разу. Это ваша территория. Ваш виноградник. Ваш огород. Вот десятиэтажный дом. Вот двенадцатиэтажный. Вот целый квартал домов идет. Большие десятиэтажные. Вы там работаете? Нет. Там и яговисты работают. Светили в оба. Это ваш виноградник. Если вы мне подпишите на каждый дом, я попрошу вас в документ, что это ваша каноническая территория. Вас завтра же нужно придать трибуналу. Вы только в табличке навешали, как говорит собака, помочилась на уголок, прости за выражение. Это твоя территория. Или медведь поцарапал, кору достал. Другой боится его здесь. Вас никто воприк не боится, не считает. Пьяные попы давят людей. Обманывают. На шикарных машинах ездят. С такими вот объемными мамонами перед телевизором вылазят. Ни стыда, ни совести нет. Вы зайдите в эфир, посмотрите. Таких Александровневзоровых на вас Господь напустит тысячи. И вам ничего не сделать нельзя. И Бог будет снова калашматить и убивать. И Россия погибет по вине священства, что не учили. Тут слишком далеко идущие планы. Это их территория. Вы на нашей территории находите. Бред. Как в мире говорят сивые кобылы. Это придумать даже нельзя такое. Это наша территория. Здесь ходят сектанты, ходят пьяницы, ходят воры, ходят колдуны. Ни к кому не имеете никакого отношения. Я библиотеку дарю книги. Но к несчастью оказалось, что губернатор льнет к церкви. Это не где-то, а в Омской епархии. А в Омской епархии мы решили подарить книги. Я сижу в прихожей, там внизу. Со мной рядом священник. Это все выставлено. В фотографиях и все. Я сижу сейчас, другой нам ехать надо. У нас график. Его не могут вызвать. Он один сидит там. Он боится. По интернету теперь смотрят. Кто такой Игнатий Лапкин? Ну давайте книги отнесем. Здорово живешь. Я над книгами на издании 9 лет просидел день и ночь. 30 тысяч часов потерял. Я даром даю новый издавет Блаженного Фепелакта. Он впервые в мире вышел вместе с откровением. Ведь так и не приняли. Но уже видимо зарубку сделали. А что они здесь были? Так они в библиотеке дарят книги. Уже книги подаренные. Получая известие. Приезжайте, заберите. У нас нет места, где ставить книги. А потом потихоньку говорят. Нас принудили к этому. Будет маленько лучшее время. Мы вам позвоним. Вот как. В другом месте и Силькуль. Я буду называть вам, чтобы вы не сказали, что я обманываю. Тоже это Омская. К священнику подходим, а там батюшка, отец Аким служил. И в брошюрке он там, не Аким, а Ян называется Лапкин. Мы у него благословляемся. Я ему подписываю бумагу. Он подписывает мне, что я ему дарю на 12 тысяч рублей для их библиотеки. Прошло 4 часа. Он и в руках их не держал. Но поступил звонок, и он мне звонит, немедленно заберите книги, иначе я их сожгу. Вот это утробный страх друг перед другом. Что вы делаете? Вы души уродуете людей. Там библиотеки. Библиотека звонит. Вот знаете, что мы бюджетная организация, а местный начальник, он помог церковь строить. И он, он, губернатор, дал указание книге Лапкина, чтобы до обеда их там не было. Это все поповская работа. Это изверги рода человеческого. Это не просто волки. Волки это коммунисты, фашисты, масоны. Это лютые волки. И будут говорить превратно всякое, чтобы увлечь за собой. Им нужно только, чтобы больше свечек, больше покупали, шиковать. И они звонят мне оттуда, уже в Барнаул. Что делать? Куда книги девать? Я говорю, а вы кто библиотекарь? Я говорю, возьмите себе. Так вы мне их отдаете? Отдаю. Я почитал, а из книги нельзя вылезти. Книги воруют в библиотеке, если далее назад не отдают книги. У этих книг спрос будет такой в свое время, о котором сегодня даже люди не позаживают. Я отвечаю на 4124 вопроса. И бесплатно даю, бесплатно. Где священники есть, все выгорает. Мы собираем людей, но там находятся священники. Наши Евангелия, Евангелия от Иоанна, по дворам собирают попы. Рвут и жгут в церковной ограде. Евангелия, священники собирают и жгут. Здесь у них и прихарное собрание, кажется, когда прощенные бывают, они приезжают, здесь священники исповедуются. И мы целую акцию разработали. Когда будут выходить, я им подарю трехтомник. И до слова Божия нету. Только перед этим я послал патриарху Кириллу в подарок, Путину Владимиру Владимировичу, и Медведеву Дмитрию Анатольевичу, губернатору всем подарил. А тут я священникам дарю. Книги заглядения показывали по телевизору, в библиотеке Путина стоит, но оттуда попам не изъять. Они не везде могут, они не всесильные. И это меня радует. Страшно будет, когда они подо мной под себя царя, как было у Никона. Это смерть. И на завтра приходит село Завьялово, Гребенюк, отец Александр. Совершенно человек не ученый. Я не знаю, четыре класса образования есть у него или нет. Как раз интеллектом лицо не испорчено. Но здесь он на высоте. Братья и сестры, тепло ли у нас сегодня в храме? Никто не понимает. Тепло, батюшка, спаси Христос. Так это вот от чего тепло. Все уши на макушке. Мне Игнатий Лапкин подарил Новый Завет. Так я его сжег кочегарки, поэтому у нас тепло. Вот такие дела разыгрываются здесь. Я патриарху все написал. Как вы отвечать будете на суде Божьем? Вы отвечать будете за все, как патриарх. Я это все написал. И поэтому вот она, ваша каноническая территория. Изверги рода человеческого. Страна пропадает. Страна исчезает. Главная вина учителей и священников, которые имели доступ до людей. Любого сулиста причащает, кто бы он ни был. Оглашенной изъедите нету. Вообще выбросили из богослужения. Можете не слышать. А что, никто не знает, кто оглашенный? Представьте, 70 лет книгу правил основное руководство, которое корректирует всю нашу жизнь. Вообще в глаза не видали священники. Я ее насчитал на нашем сайте. Я переводил ее на русский язык. Составил симфонию. Наши книги это сокровища из сокровищ. Это понимает любой, кто их держал в руках. Даже Сан-Франциско хотели получить, я полностью все отправил. Только пересылка, 3,5 тысячи обошлась, рублей. Считаем дальше. Под теплым имя вашего вспоминать архиерея, что нужно поднять, вот, возносить. А что его возносить-то? Что он упал, где лежит, или чего? Это как анекдот рассказывает на том свете. Горбачева, говорит, избрали здесь. А Брежнева там встречает Андропова и говорит, а кто его поддерживает? Да никто не поддерживает, сам ходит. Потому что их поддерживать надо. Что его возносить-то? Он и так вознесся выше Бога. Речи свои никогда он этот епископ не смирял со Словом Божиим. А один из священников, близкий нам, и говорит, ни одного раза, я не знаю, чтобы ипорхиальное собрание начиналось, поминанием про вас и не заканчивалось вами. Вот и все. Я издаю симфонию на житя святых. Симфонию на житя святых на 12 томов. Иду к нему, это первая единственная встреча. Больше он меня к себе не допустил. Ни под каким видом. Ни под каким видом. Я ему хочу книгу подарить. Она не написана благословение его и фихие. Он дал благословение. Но за то время что-то там келейно у него произошло, щелкнуло, ну и ямочка засыпалась. Как Солженицын говорит. Все, я ему враг. С чего враг? Не встречались, нигде ничего нет. Теперь у нас в деревне день деревни. Я иду в КГБ, это ФСБ, ну органы слежения, милиция, везде генералы сидят. Краевая администрация, губернатор края. Я всем даю приглашение. Но прихожу, не зазираю, московскую патриархию. Мы же ее признаем благодатность. А они для нас благодатные. Не принимают. У нас только в четверг с 8 до 10. Да я не на прием. Мне отдать документы. А мы документы принимаем раз в неделю. До такой бюрократии ни в одной организации мира нет. Вы даже не знаете, кому вы нас толкаете. Мы могли состояться с чистой совестью себя сохранить. Только там, где мы находились, под вашим аммофором, метрополит Иларион. Только там. Здесь в патриархии это абсолютно невозможно. Они сразу батюшку с одного места перекинут на другое. Отпоставил крест, я растрига, книги уничтожить, я обязан подчиняться. А сегодня мы недосягаемые. Мы каждый день молимся за них, за Максима, за патриарха. Я молюсь за папу, Франциска, за Венедикта, за Старообрядческого Корнилия. Я молюсь за Барака Обаму, за своих, за всех правителей. Мы ни в чем не повинны. Нас не надо туда давить, насиловать. Это насильники. Насильники. Я добронят, конечно, руки можно связать и изнасиловать. Но за это получим награду. Дальше. Если это только Иларион, то будто бы он так пишет. Но я говорю, что будто бы, не знаю. Страх это нездоровое чувство. Понимаете? Вот такого я не слыхал еще. Что страх нездоровое чувство. Он потом будет пояснять. Теперь я поясняю. Страх это здоровое чувство. Читай. Притча, 22 глава, 3 стих. Благоразумный видит беду и укрывается. Они опытные идут вперед и наказываются. А почему укрывается? Потому что страх. И когда получившего дважды героя спрашивает, а было на фронте страшно? Он говорит, точно. И вы боялись? Да. А потом понял вопрос и говорит, не боится, только дурак. И он над тобой уже не возвращается. Потому я укрываюсь, потому и прячусь, потому ползу, чтобы спрятаться. Страх. Как страх? Страх Бог вложил в человека, чтобы мы защитили себя. Это тело защищает. Любой воробей оглядывается и ест. А как же я, живой человек, душу, которую искупил Христос, я должен кому-то доверить, человеку неверующему. Он поп-то неверующий. Архиерея он Бога не знает совершенно. Он не рожденный свыше. Он водимый злым духом. Злой дух вошел в уста их при пророке Михея. Выходить нигде не написано, что вышел. Они лгут непрерывно до умопомрачения. И мне туда идти? Я их страшусь, как огня. Когда были в епархии, я сказал, мы к вам, к патриархии, относимся к чуме болотной. Мы вас боимся. Это все выставлено. Я им сказал здесь же. Следующая наша должна быть уже о рабочей группе потеряевки. Телец упитан и заколот. И за день, за полтора из епархии ответа мы отказываемся от дальнейшей встречи. У них кнопку нажали, все манкурты руки подняли и сразу опустили. Да мы же договорились. Вы создали комиссию по объединению. Мы назначили когда-то встречать. Какая тема обсуждения будет? Ничего не надо. Им это не надо. Им надо разорвать, убить и погубить. У них другой задачи нет. Убить и погубить, и оболгать. И нас туда толкать. Да даже в мир это пойти, и то намного легче. Я в мире могу трудиться. Там нельзя трудиться. В мире я встречаю порядочных людей, которые были как мэр города, бывший партор. Он ко мне приезжает. Умница, баварин. Я могу разговаривать. С этими нельзя разговаривать. Он благочинный. Наши звонят по телефону и говорят, вот мы здесь собираемся сейчас. У нас занятия будут в школе, в университете. Благословите батюшка. А кто вы такой? Ну верующая, верующая. Разгазать. Я благословлять не могу. Я не знаю. Он ничего не может делать. Они играют благословением. Чуть-чуть, я от причастия отлучу. Они причастием играют. Это самая опасная в мире игра. Даже не компьютерная. От причастия отлучу. Старообрядцы тоже играют. Кто будет ходить к православным, к никонянам? От причастия отлучу. Причастие разве для этого дано, чтобы вы им играли? Бессовестное. Не имеющее страха Господне. Причастие это тело Господне. А вы телом играете, режете, не допущу до причастия. Причастие спасемся. Не написано, что если поп будет бесноватый и будет меня отлучать, я не войду в рай. Никакая ни высота, ни глубина, ни настоящее, ни будущее не надо угрожать. Убить могут, отравить могут, сжечь могут, утопить могут, а обратить не могут. Это только Бог делает. Дальше. Второе. Притча. Притча 27 глава 12 стих. Благоразумный видит беду и укрывается. А неопытный идут вперед и наказываются. Вы заметите, ничем не разница. Но говорит 22 и 27 одинаково. Значит, страх этот настолько велик, что и Соломон показывает. Вы знаете, как Петр Первый прятался, как Иван Грозный. Что было-то? Ну, восстание какое-то. И прячутся, всегда прячутся. Как это не прятаться-то? Нашей душе угрожает смерть. И мы вот эту ситуацию прорабатывали 7 лет назад. Там ты решил акт канонического признать. Я сейчас вернусь к этому. Сначала о страхе. Исайя 26 глава 20 и 21 стихи. «Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои. Укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие. И земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих». Это Господь повелевает. Когда говорит «Выйди, народ мой, там говорится из города Москвы, который приготовлен к уничтожению. Пусть другой город думает, не из церкви. Мы конкретно говорим, Господь обращается к людям, закрой за собой дверь. Спрячься от них. Матфея». 24 глава 15 и 18 стихи. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий, да разумеет, тогда находящиеся у иудеи добегут в горы. И кто накровлет, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто наполит, тот да не обращается назад взять одежды свои». Это в конечном счете приближается Господь, но мы относим их к сегодняшнему времени. Увидите мерзость. Мы видим это мерзость запустения во всех храмах Московской Патриархии. Ну, где-то отдельно, два-три, это не будем считать, где есть настоящие священники, как правило, пришедшие от протестантов. Вот это уже священники, они знают Евангелие. А эти кто? Я еще напоминаю. «Посылаю мир, Господь говорит, как овец среди волков. А когда призвал он из Ефеса в милип, то, говорит, из вас восстанут лютые волки. И они не щадят стадо». Вот это что, они нас щадят? Мы чем-то провинились, батюшка виноват? Нет. Под покров Максиму. С чего ради я пойду туда? Когда я знаю, что там кроме смерти ничего нет. Там вечный ад горит. Это в преисподней столкнуть людей. Они не исполняют ни западе, они не знают это. Они вот собираются где-то что-то, конференции, кто-то задействован на все это. Найти старые фундаменты, раскопать, где храм стоят. Они чужие церкви. У них слово «Библия» вообще не именуется. А у нас во свете Библии. Притчи. 14 глава, 16 стих. «Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражительный самонадеян». Ну вот так, не надо быть раздражительным, самонадеянным, что там спасение, и к ним прильнули, и вам там хорошо будет. Вы им никто не нужны, московская патриархия. Она перемалывает все. Кто бы он ни был. И отрекутся, как от Глеба Иконина в один день. Вчера сидели депутаты, сидели тут же митрополиты, Петеримы. Можно. А на завтра новый указ. Теперь с сегодняшнего дня они должны ходить. Что это за указы такие? Они меняют на каждый день, как Магомед. Одна жена, одна. Две жены разрешаются. Две, четыре жены. Но если бы пожил, было бы 44 жены. Но нельзя так закон под себя подделывать. Мудрый боится и удаляется. Мы удаляемся. Удаляемся от московской патриархии конкретно. Но мы ходим в храмы, молимся. Нас с нами ничего не сделают. Не будет батюшки. Никакой роли это не играет. Мы в любом храме можем причащаться. Мы для московской патриархии трудимся столько, сколько вся епархия не трудится. Повторяю. 240 сел, городов. Это столько у меня выступлений. И всем до единого. И кто приходит, всех направляем только, единственное, только в московскую патриархию. Да, я не прав. Меня все упрекают. Куда ты толкаешь? Я не толкаю. Я больше не вижу возможности никакой. Я не могу отдельно собирать группу. Я обязательно должен к священнику. Без благословения нельзя. Без причастия нет спасения. Я рассказываю это. Когда священник идет впереди, а к нам просится одна на занятия. Я говорю, иди спроси. А у него я только сегодня исполнялся, причащался. Я к нему вхожу в дом. Он меня знает. Отец Семен Титов. А он не видит меня. Говорит, не ходи. Это еретики. Они баптисты. Я от чаши только отошел. Этому безумию нет конца никакого. Это только то, что я знаю. Мы собираемся отдельно, изучаем Евангелие. Все причащаемся в храмах Московской Патриархии. Пока в зарубежной церкви мы даже не знали ее существование. Местный настоятель, отец Николай Войтович, подает списки на нас в органы. Меня сразу арестовывает. И они этого не скрывают даже. Почему это сергианство? Экуминисты. Я-то думал так. Если будет какой-то такой акт о признании, то зарубежная церковь скажет, ну вы-то признаете вот это? Ну что сергианство это неправильно, экуминизм надо выйти из экуминизма. Ну это минимальное, что можно было требовать от Московской Патриархии. И даже этого нету. Они как с ума сошли. Вчера только писали, молчанием предается Бог, как Виктор Потапов. Я у него на квартире жил. Прекрасный человек. И вдруг сиганули через надгоги, только подолом голову задернули. И уже они там, и уже нас поносят. А те годы, когда мы с Московской Патриархией общались, они нас за это клеймили, убивали зарубежные. Да с кем вы сообщаетесь? И вдруг все в один день переметнулось. А что это такое? Значит и веры-то никакой не было. А мы и тогда Московскую Патриархию не поносили. Я говорю то, что есть. Я называю конкретные факты. Притча 9 глава 16-18 стихи. Кто глуп, обратись сюда. Искуда умному сказала она. Воды краденые сладкие, и утаенный хлеб приятен. И он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней, зазванные ею. Но ты отскочи, немедленно мести. Не останавливай взгляда твоего на ней. Ибо таким образом ты пройдешь воду чужую. От воды чужой удаляйся. И из источника чужого не пей. Чтобы пожить многое время, и чтобы прибавились тебе лета жизни. Вот, патриархиное священство, военные структуры, везде проникают, АПК. Весь народ против себя поднимает. Они не знают, что они делают. Отскочи от этих краденых вод. Что они печатают в своих старковных журналах, мурзилках, почитайте. Другой раз считаешь и думаешь, ну это или враги какие-то, или кто. Они вообще не слышат, что Дух Божий говорит. Евангелие для них не основа. У нас открытым оком говорим во свете Библии. Они этого не знают. Совершенно. У нас в руках Библия. А что вы с Библией как сектанты носитесь? Они против русского языка. Они вообще не желают знать волю Божию. Я говорю, воля Божия заключается в том, благая и угодная Богу. Проповедуй во время, не во время. А кто тебя благословил? Ну тебе результаты видны. Сколько сектантов, я миссионер, 50 лет, стали православными батюшками. Вот они, я называю, где? Уже магистры богословия делаются. А кто благословил? Ну благословил у меня грамота благословена митрополита Виталия. Это кто? Раскольник. Все раскольниками. И Лориона раскольником были. Но как только согласились на предложение Путина, как, скажи, глаза у них повыкатились из орбит. Так это же с кем вы общаетесь-то? И уже все, никакие не раскольники, в сущном состоянии всех принимают. Они на любую подлость, на любое обвинение идут. Это патриархия. Почему? Детище Сталина и Берия, образованного в 43-м году в сентябре. Они не могут быть другие. Это их сущность. Они вынуждают меня комментировать это. Дальше. Аминь. Исайя, 28 глава, 15 стих. Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью, и с преисподнию сделали договор. Когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас. Потому что ложь сделали мы убежищем для себя. И обманом прикроем себя. Это лозунг всех патриархийных. Я их очень хорошо знаю. Очень. И по-другому не может быть. И батюшка-то 33 года все-таки находится в сущем сане. Семинарию заканчивал в московской. Там и служил. И был настоятелем. И в Тобольске. У него очень большой опыт. Если архиерей сказал, а то его все до одного бросают и терзают. Ну, архиерей, ну ладно. Ладно уж, простим его. Все, тут же подают тебе все манкурты. Вы же людей ведете в рай, священники. Как вы ведете себя безобразно, страшно. Ян Златоуз говорит, большая часть священников погибает. Большая. Вот если собралось их на апперхальном собрании 100, ну минимум 51 будут в аду. Больше. Но Серафим Саровский, когда молился, специальная молитва была. Не просто молитва, а о русских архиереях, священниках, о пастырях. И молится не минуту, а трое суток. Я не знаю, как Бог заговорил. Я говорю, шум деревьев был, или звери завыли. Но Бог заговорил. И сказал Господь, двоеточие и кавычки, прямая речь. Не пощежу и не помилую. Как будто ни одного спасенного в России не было. Уже тогда. Уже тогда. Без мирской власти церковь это не может существовать. Она на Бога не надеется. Ей нужно какие-то союзы включать. Вот здесь все время, и все, везде они губернатором лезут. Там патриарх к этому, везде целуются, с ними идут. И он крестится. Это все обман. Здесь вот местный мэр города подписал, с Антонием подписал, и Коршунов губернатором. Все трое уже, один только не удел, а двое уже умерли. Подписывали, смеялись, хохотали, хохочут стоят. И епископ хохочет, держась за живот. Ни одного уже нету. Нету. И они нас зовут туда им. А со мной-то он разговаривать не будет. Он меня в один день сожмет. Не делай. А теперь прислушание, огорчил епископа. А мы сегодня недосягаемы для них. Он ничего не может сделать. И теперь что? Они говорят, с нами этого не будет. Вот это все у них есть. Ложь сделали себе прикрытием. Бог разоблачит их. Псалом 49, 18 стих. Когда видишь вора, сходишься с ним. И с прелюбодеями сообщаешься. Вот все, кто строил храм Христа Спасителя, главные грабители. Почитайте их имена. Разбойники. И где? В пещерах, там, киевских визитов, псковских хоронят братков, паханов. Но, говорят, деньги большие дали. Это все опубликовано. Снова читаем. 49, продолжение. 16, 23 стихи. Грешник уже говорит Бог. Что ты проповедуешь, уставы мои, берешь завет мой, уста твои. А сам ненавидишь наставление мое. И слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ними, с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие. Язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего. На сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это забывающие Бога. Дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Вот к этому мы призываем людей и стараемся всеми силами поступать так же. Что? Приносить в жертву хвалу, чтить Господа, наблюдать за путем своим. Наш путь не должен пересекаться с теми, которые ведут людей не в то место. Теперь мы дальше продвинемся. Ну, немножко. Где это было? Вот, сейчас. Еще. Возносите имя его. Страх от бездорова. Это я объяснял страх. Дальше. Не следует бояться ни людей, ни обстоятельств. Ибо пастор и начальник Христос глубиной мудрости и человеколюбно устраивает наше спасение в церкви. А как узнать, что Христос устраивает? Из священного писания из Библии. Согласно Библии, я знаю, отскочи от таких людей, как от змея. Святые отцы в житиях святых никогда никому не советовали прилагаться, если видишь, вместо пастыря волка, куда ты шел, зачем ты шел. Об этом говорит Златоус, об этом говорит Василий Великий. Куда нас толкать-то? Когда вы про них-то, что говорили те годы? Почитайте сами в ваших журналах-то. Даже на бытовом уровне нельзя знать. Это Антоний говорил, Анастасий говорил. И как будто ничего этого не было. Одним махом все спихнули со стола. Досиделись. Бояться мы должны только Бога и нарушение Его спасительной воли, всегда и всякого направляющего ко благу. Значит, волю Божию нужно знать, а ее не знают. Мы волю Божию знаем. Мы ее очень хорошо знаем. К таким людям не приближаться. Они не могут заснуть, пока не сделают зло. Они клеветники, лжицы беспримерные. Я веду занятия в университете. В то время было где-то уже 15 лет. Представьте, я веду в пяти университетах занятия, институтах, на фабриках, на заводах. А они за мной гоняются. Папы, больше никто. Новый Завет ведет. Полная аудитория. Новый Завет, занятие по Новому Завету. Да, по Новому Завету, толкование по блаженному феофилакту. У меня другой программы никогда не было. Они преследуют меня. Везде. Но ничего не могут сделать. Тогда они посылают секретаря Гончарова Сергея Михайловича. Тот приходит с бумагой. Очевидно, подписанной Максимом. А кто бы, Павел, не секретарь, что сам придумал. И приходят, и перед ректором Евстигневым кладут эту бумагу. Игнатия Лапкина выгнать отсюда. Не давать ему помещение. Я арендую там помещение. Но! Господь делает по-другому. Проректор по учебной счастью Семкин Борис Васильевич. Один из умнейших профессоров. Доктор наук. Он приходит к нам на занятия. 410-я аудитория. Корпус В. И говорит неприятное известие. Почему они это делают? У нас аудитория есть. Пусть они приходят, мы им дадим. Но! Ректор все это изорвал и выбросил. Они не пошли на это. Он говорит, неужели я пойду на это смеяться. И они сразу заглохли. Второй раз не пошли. Они понимают. Если им по зубам дали, они сразу сели на место. Они трусливые. Пока их не трогают. Их инфаркт хватит. На Катилов на патриарха-то там за разные ковры, за часы-то заметались. Так это начало. Поплясали, а за них все за этих плесуней-то. Не знают, что делать. Бог их покинул. Зачем трогали этих людей, которые плясали? В храме Христа Спасителя. Их нельзя было пальцем прикасаться. Нужно было храм закрыть, запечатать его и три месяца молиться возле храма со слезами. И сердца народа всего обратились бы. Где на иночь молиться-то? Ничего не понимают. Только через властей скорее зажали. А у них теперь ребенок, который век не нужен был. Девочки, девушки. А теперь это настоящие страдали за христианство. Они верят в погибающее православие. Они молились. Настоящие молитвы. Из них героин сделали. Мученицы. Их канонизировать будут. И части их рвать. Ничего не понимают. Бог лишил их разума. Священников из московской патриархии. Руководствия патриархию. Они не понимают совершенно ничего. Самые простые вещи делают наоборот. Во вред себе, во вред стране. Лезут с этим АПК. Век никому это не нужно. Так? Вам пора. Вам пора принять таковое о вас божие промышление. И с добрым сердцем обратиться к епископу Барнаульскому и Алтайскому Максиму с просьбой о приеме. Трудно поверить, что это пишет Иландо. Да. Но если это пишет, значит, они его полностью сделали таким, как он. Измочали. Больной человек. Что вы трететесь перед ними? Это что они делают? Ну, отравят тебя. Что бояться-то? И они, что это промышление Божие. Откуда вам знать о нас Божие промышление? Ни одно дня с нами не жили. Что мы претерпели эти годы от них? Как они на мой лагерь натравили 15 комиссий краевых уничтожающих за два месяца? Да. И везде их рука видна. Мы развешиваем объявления о детском лагере православном трудовом. Лагерю 40 лет. А они рассылают своих семинаристов, чтобы срывать. Но приклеенные не могут оторвать. У них ломается. Он пишет ересь. То есть детский лагерь ересь. Они безумные совершенно. Не надо этого слова бояться. Христос сказал. Безумные слепые. Змеи по рождению Хидина. Они везде все-таки рвать могут уничтожать. И пришел Семкин и говорит. Я вот 13-й том вышел. Вот книга. Я читаю детский лагерь. Вы занимаетесь историей. Почему они ничем не занимаются? А вот колокольчики повесить. Проехать на Иордане. Там кто-то купаться. Будет язычество. Ёлки какие-то все. Языческая вера. Там ничего христианского нет. Они не знают, что такое слышать голос Духа Божия. Они не обращенные, не рожденные свыше. Они вообще не понимают даже. Когда с ним говоришь, они не слышишь, песком крестить. А там где-то песком крестили. Я говорю, духовный лук. Это было с евреем. Но епископ Леонидский сказал. Не вы думайте, когда дошли. Идите и крестите на Иордан. Вот это они отрезают. А дальше канонизируют песок. Кто родится от песка и Духа? Песочное. Так вы сразу зародите, чтобы двойной оклад получить. И отпойте его. Дальше. От души снова благодарю вас и ваших сподвижников за любовь. Предано северное многолетнее служение в недрах русской зарубежной церкви. Так, я скажу. Когда было мне уже как 40 лет я обратился. 10 лет назад. Сюда приезжал как раз епископ Ивтихий. Я на собрании сказал, выразив это в грубой форме. Ваша заслуга Ивтихий такая, что мы благодарим вас за то, что вы не сожрали нас. Не уничтожили. И я, и митрополита, мы тоже от души благодарим. Теми же самыми словами. Нам было очень хорошо с вами. Если бы не вы, нам бы ничего этого не создать. В патриархии это невозможно. У нас приезжают там архимандриты, фотографируют правила, уставы. Мы себе так сделаем. Еще нигде ни один не сделал. Вышестоящие сразу. Это соблазн. Полное погружение. То есть все католичное. Ладошкой мокрой по голове и все крещеное. Самое главное таинство нет. Венчают сзади венцы. Не венчаны, держат над головами. Прищищают подряд. Все таинства извращены. Куда нас зовете? Куда вы нас толкаете? То, что у нас есть, это выстрадано молитвами, миллионами поклонов перед Богом. Мы стараемся угодить в первую очередь Богу. Никому не угождая, ни перед кем не ломаясь. Мы перед Богом однажды склонились и встали. И стоим прямо. А они, говорят, пали и лежат. Дальше, надеюсь. Надеюсь, что на предстоящей новой стезе вы будете продолжать приносить обильный плод доброй церковной жизни, служа под теплым архипастерским аммофором и мудрым руководством преосвященного Максима. Вы его не знаете. Мудрого руководства у него нет. Мне звонит из КГБ и спрашивает, какие у вас отношения с Максимом? Я говорю, прежний у меня обедал дома. Мы ездили. Он предлагал из трех храмов. В любом я тебе сейчас рукоположу. У меня ни одного миссионера нет. Этот на дух не принимает ничего. Один у нас из знакомых священников, отец Павел Ярболенко. Он из него снял рясу, содрал магнитофон, отобрал. Запретил его служение. Ну, он ушел теперь к Агапангелу, там, Кабу, или, ну да, у Омска там есть, этот, Никон, к нему. Все. Выбили. Временами он допускал до алтаря, и священники тратитики, как только глянул, не так архиерей. Он очень мстительный. Он никому ничего не прощает. Я в КГБ сказал это. Да мы тоже глядим. У того, какого-то общения было, у этого ничего нет. Этот кидается, где я ему ни по глазам, ни проглотит. Он хватает даже то, что подавится. Мне пришел в городскую администрацию, они говорят, вот сейчас они опять состояние какое-то устроили. Он подавится все-таки. Я вспомнил сразу легенду. Востока называется. Там птица есть такая, которая других птиц дерет, зверюшек дерет. Ну, а кости бросает, называется, как у дятла кузнеца. Но наступает голодное время, есть нечего, и она подлетает на то место и берет кости. Но прежде чем ее проглотить, она в задний проход примеряет, пройдет она или нет, когда на выходе. Я советую поучиться вам. Проглотите вы, не подавитесь. Сейчас 200 храмов в Москве, ни одного не надо. Там отец Дмитрий Семирнов сказал, здесь будут мусульмане. Андрей Курайов сказал, будет московский халифат. Вам никто не нужен. Вы развратили всю Россию. Ничему не учат совершенно. Лезут со своими АПК, культура православная, этика православная. Людям нужна не этика, не культура, им Христос нужен. Вы Христа не знаете. Не тот, не другой. Вы бы эти слова нам не писали, плакали, молились. Нам было с вами хорошо. Зачем вам нужно нас губить? Вы толкаете нас на смерть, позорную, страшную, погибельную, где нельзя уже раскаяние получить. Нас Бог так наградил, что враги, где бы они ни были, они склоняются в молчание, еретики. Первый раз встречаем, чтобы в православии люди были рожденные свыше. Мы первый раз встречаем, чтобы протестанты были в православии. Даже за своих признают. У нас все исполняется. Ни одного нарушения в богослужении. Нигде. Все посты, все до одного исполняют. Вы придите с нашим, у нас здесь побудьте, послужите. Это может рассказать вам только епископ Ивтихий. И Бог дал такого епископа Ивтихия, которого нету. Никаких поборов не делал, бедный. Бог нас наградил этим епископом. Да даст ему Бог царствие небесное. Далее. У предсвященного под мудрым руководством, под теплым. Да вы что, щупали что ли это теплое-то? Вы знаете, такие как протерия, его амафором задавили. Под этим амафором трупы, может, уже давно лежат. Сколько священников изгнали? Я знаю только, которые приходят из ипархии ко мне здесь. И здесь говорят, что делать? Я всем говорю одно, пойдите к архиерею и смиритесь. Вы под его амафором. Ну как-то вы. У нас другой статус. Нас Бог на это избрал. И они только слушают, я открыто говорю. И они сейчас с органами советуются, будет как мне помешать. Я их знаю, дальше их реакция. Где только можно, они сразу звонок. И все, мы едем за одно место, в другое уже звонок. Милиция стоит впереди. А мы по оперативной разработке. А в чем дело? За нами. Они потом все нам расскажут. Оперативная разработка. Это Попы. Московская патриархия. 2012 год. Я могу назвать село. Все назвать. Это все у нас заснято. И что? А что вы везете? У вас оружия нету? Нету, мы открыли. Еще нету. А книги какие? Экстремистского содержания? Да нет. Мои книги находятся в библиотеке имени Ленина в Москве. В парламентской библиотеке. То есть президентской. Исторической. В центральных городах России. За рубежом. В Израиле. Там. В этой. В Германии. В Испании. В Англии. Везде находятся мои книги. Какое к ним отношение? Звонит человек. Я уже совсем ушел к баптистам. Но попала одна книга, я сразу вернулся. Это Бог знает только сколько было. Мне Бог дал власть. Быть Сыном Божьим. Когда я сидел в лагере. То мне даже в одном месте говорили. Когда даже на психиатрии проверяли. Вот здесь лежал священник. Он взятый был за крупную сумму денег. По сегодняшним деньгам. Это где-то 450 миллионов. А у него нашли больше 100 литров спирта. И говорят, зачем нам очки протирать? 100 литров спирта. Он, говорит, никогда не вставал. Лежал только. Им все попоет, что это все. А я день и ночь стоял на коленях и молился. У меня становилось в одну ночь 7 человек на коленях. Я их не видел. Это люди вышли на свободу другие. Они никакие. Они преступники. Не зная пути Божьи, взяли за такое дело. Как Григорий Богослов говорит. Какими надо быть, чтобы становиться на это дело. Считайте 6 слов. Я на Златоусте. Ну и дальше по теплым и обильный плод. Ну, это, я считаю, человек, который не знает даже, о чем говорит. Там плода нельзя приносить. Я должен только вымерять все. Вот сейчас мы уже говорили. А у кого просить благословения? Батюшка говорил, когда были вместе. Ну ладно, я иду дорогой. У меня хорошее отношение. Я стал свидетельствовать. Нет, подождите. Я должен сейчас позвонить Максим. Так. Владыка, благословите меня поговорить. Вот что они делают с людьми. Какое мне нужно благословение, кроме того, что Бог мне дал. И благословил у меня грамотный митрополит Виталия. Это мало? Или она что, высохла? Ее нету? Так я говорю конкретно. Я в особом положении нахожусь. Мне вот сейчас пишут, говорят, знаете, вы очень популярны у протестантов в Америке. И хотя, говорит, ясно, говорит, Лапкин выступает в пух и прах. Разносит их. Живого места не оставляет. А они его любят. Почему? Вчера одна у нас пришла, сектантка, баптистка. Первый раз пришла. Первый раз. Не какая-то баптистка, а среди отделенных, самые строгие. Но ей попал мой десятый том. Он ее всю размолотил. Она пришла, она баптистка. Но она пришла первый раз, она уже иконы целует, Евангелие стоит рукой, крестится. И мы ее засняли, показали где-то. Мы ни одному не говорим, переходи к нам. У нас запрещается звать к себе. Мы дистанцируемся. И только сильно просится человек, разрешаем один раз прийти. Такой общины нигде нет. У старобрядцев как? Ты, еретик, переходи к нам. Ты, еретик, переходи к нам. Ты, еретик, переходи к нам. Они только интонацию меняют. А у нас мы должны рассказать о Христе. Разрешили посмотреть. И когда человек приходит к нам, так это такая православная вера, почему они все делают наоборот? Идите у них, спрашивайте. К нам, если один раз пришел человек и потом пожелает, мы оденем его как надо, проверим. Он оглашенный. И он будет все исполнять. Притом будет делать это с радостью. И дальше. С любовью о Господе Иларион, митрополит восточноамериканский и нью-йоркский перверах русской православной церкви за границей. 12 марта 2013 год. Я могу выразить только благодарность, если это от него, от Илариона, вот это послание. Я его знаю, был вместе, под одним краном чашки мыли. Там кто поел, чашки с собой моет. Его называли добрый русский медведь. У него ноги тогда не болели, какой он был. Мы однажды сидели с ним в епархии. И на него сильно нападали какие-то приехали. Какие-то там тоже. А он секретарь был. А я сидел рядом, ну, напротив стола. И когда они вышли, я говорю, Владыка, так они не правы. Почему они не правы? Я говорю, гангский собор, правило там пятое, говорит, вот так вот. А в Анкирской, во втором Сиренском. Да вы что? Он сразу посмотрел, правда. Так вы чего так правила знаете? Да как не знаю-то? Я православный, я три года. Так тогда никуда не уходи, у меня сейчас еще тут зайдут. И тот зашел, который, я ему сразу по полочкам сказал. И тут же зашел какой-то архимандрит греческий. Я с ним стал разговаривать. Я говорю, а вы понимаете, что вы сделали Никоновой реформой? Вы раскололи народ. Да, мы знаем. Где ваше покаяние? Вот зарубежная церковь принесла покаяние перед старобрядцами. И потому ли достигла нас эта чума в революцию, что мы гнали вас. И что интересно, патриархия допускается даже по-другому. Вот как отец Кирилл Сахаров на Берсеневке, около храма Христа Спасителя. Все по-старобрядчески. Туда патриарх Кирилл недавно был. И он благословение на это имеет. Единоверческие. Всех принимает. Они воюют только против нас. Они нигде не воюют. Почему? Мы евангельские православные христиане. Мы евангельские баптисты. Мы евангельские свидетели Иеговы. Мы евангельские католики. Мы евангельские православные. Мы евангельские старобрядцы. Для всех сделался всем. Вы найдите мне хоть одного из вас. Чтобы для всех сделать со всем. И все для чего? Смиряю себя ради Евангелия. Дабы, по крайней мере, приобрести некоторых. Это нельзя этому научиться. Это должно быть от сердца. Она вчера выступила. Я сказал. Сектантка-то. И она как будто говорит православный. К нам в лагерь приезжает. Помнишь? Бодиота. Я не знаю, какая-то новая жизнь или что-то там. Да. Секта. Но у них теща православная. Там какой-то кандидат даже наук. И они привезли ребенка. Один Юра высокого роста такой. Ну, сектант. А лагерь-то православный. Мы говорим. Мы молимся, когда ты, Юра, можешь молиться, как у вас принято. Ну, мы молимся, совершаем крестное знамение. А родители стоят. Оба такие сухощавые, красивые. Ну, и пацан у них такой. Ну, очень хорошие люди. Но не православные. А у меня там все были адвентисты, цыгане, евреи, кого бы не было. Это единственный лагерь в стране СССР был, который был на православном. Все посты соблюдаются. Все по благословению делается. Евангелие ежедневно считается. Я никто для патриархии. Никто. Они за опытом не пойдут. Я патриарху говорил. Возьми меня в советники. Я вам многое подскажу. И вот этот Юра, они приезжают. А он стоит и кланяется. Они, Юра, да ты совсем православный стал. Он им уже доказывает. Притом мы ни разу Юре не сказали молись по-нашему. Но на молитве ты должен стоять. Молись по-своему. Мы никого ни к чему не принуждаем. Вот иногда говорят сегодня. Вот давайте толерантности достигать. Это медмасонское слово. Но у нас находят покой все. Любой веры, любой национальности. Но в конце торжествует святая православная вера. И когда вот это мне показали. Ну я, батюшка этого не знает. Еще раз говорю. Не пытайтесь его пристрелить. Он ничего не знает. Он ничего и не скажет. Он очень кроткий. Я это говорю от себя. И это озвучено будет на весь мир. Никуда нас гнать не надо. Не надо. Я давнейшее событие, ну, могу прогнозировать как-то. Когда еще 7 лет назад было, вы понимаете, что здесь было? Вот смотрите, справка, читай. Был подписан 17 мая 2007 года, был подписан исторический акт о каноническом общении Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви. Где соединение? Где что поднять? Этого не было. Это закулисно решали. Отдельно в своих кабинетах КГБшники. Мы признали, когда наш батюшка был там, он два раза там был, когда совещание, на Яйке там где были. Но мы сказали, мы категорически против. Московская Патриархия это прорва, яма, дыроват, преисподнюю. С ней нельзя сгнаться никак. Ей можно только помогать. Но, если наше начальство там примет решение такое признать, мы признаем. Поэтому давайте начинать молиться, чтобы мы не забунтовали. Чтобы нам не выродиться в секту. Мы молились об этом, и мы легко это приняли. Значит, вот оно, акт экономического общения. Мы приняли все. А что вы закулисно решаете, это ваши вопросы. Я слово проблемы не произношу, но вы так скажете. Дальше. Возрождение церковного единства явилось важнейшим условием для восстановления утраченного единства всего русского мира. Одной из духовных основ, у которого всегда была православная вера. А вы не знаете православную веру. В 1861 году Феофан Затворник Говоров говорил, одно-два поколения больше, два, если два больше, это кроме одного, православие на России исчезнет. Я всегда делаю два вывода. Первое. Он был лжепророк. Потому что вера-то есть, а он говорил, ее не будет. Или он имел в виду другую веру. Не ту, что нам насладили сейчас здесь. Это сергианская, это вымышленная вера на одних традициях, преданиях. Одни мощи, мощи, мощи. Помешались на этих мощах. Я советую все мощи захоронить с великой честью. Перестать мутить народ мироточивыми иконами. Носилась зарубежная церковь. У нас Иверская икона мироточивая, это доказательство, что с нами Бог. В одном Иваново 30 тысяч, кажется, мироточивых. Все заглохли. Иверскую, где он был, там с ней этот Муньоз был, все украли, нигде нету, убили его. Доигрались. Я знаю, я там был. Дальше. 26 ноября 2011 года в Барнаульской епархии побывал с визитом епископ Домодедовский Евтихий, викарий московской епархии, управляющий приходами РПЦЗ, находящимися на территории Российской Федерации. Я не скрываю, что инициатором вот этой встречи всего, что было, я являюсь. Являюсь и... Поэтому написал, давайте встретимся с вами. И условия какие? Будем обсуждать только два вопроса. Первый вопрос, жить не по лжи. И второе, о благовестии. К этим вопросам они не приблизились и не хотят даже. Они лжицы. Я снова предлагаю, давайте с нуля начнем. Забудем все, что вы наговорили на нас, что против нас сделали. Я прощаю вас. Но давайте встретимся. И обидчиков вызовите на ковер. Мы им выговорим, согласно Евангелии от Иоанна, Луки, 17 глава, 3 стиха. И дальше будет разговор. Они откажутся. Потому что они все сплошь прогнили в этой лжи. Дальше, вот, и дальше, когда мы сказали, что эта встреча будет, они сразу раз. И Максиму надо как-то показать перед Кириллом. Потому что его положение очень шаткое. И тогда решили они... И в тихие. Так и в тихие приехал, даже к нам сюда не заехал. Еще срок не кончился. Боязнь. Все запугано. Они его сразу задавят. Не приехал ни пообедать, ни ночевать, ни ответить на вопросы, ни благословить. Никак. Дальше. В археальном управлении состоялась встреча Преосвященного Максима, епископа Барульско-Алтайского и Преосвященного Евтихия. На встрече также присутствовали настоятель храма села Потеряевка Мамонтовского района и храма Крестовозвижской общины в Барнауле Протеерея Аким Лапкин. И староста православной общины села Потеряевки и Крестовозвижской общины города Барнаула и Игнатий Тихныч Лапкин. Я поясняю, что, во-первых, не село у нас вот здесь вот, село, а поселок. Это маленький, 10 домиков всего только. Одно название. Вот. Крестовозвижская община, я только здесь староста, избранный. Более извилением община, на три года избирается. Также состоялась встреча в расширенном составе с прихожанами Крестовозвиженской общины, клириками Барнаульской епархии. А где там что было, я не помню. Ну, ладно, встречались. На встрече владыка Евтихий призвал забыть нестроения и неурядицы, бывшие между общинами Зарубежной церкви и Московской патриархии, так как спорные вопросы сняты на согласительной комиссии во время вхождения Зарубежной церкви в Московскую патриархию еще в 2007 году. Вхождение. Там написано признание акта и вхождение. Это напоминает то, что показывают по телевизору, священник говорит, крещение, это такое священное действие, акт, когда человек при троекратном погружении в воду вот так держит ребенка, ноги торчат у него, одеты и ладошка вот так. И мы его трижды погружаем. Идиотизм. Где погружение, когда говорит, и тут же кверх ногами его держат. Они не крещеные попы. Они бездуховные. Они, правда, как огня боятся. Куда нас звать? Вы к нам придите, посмотрите, мы вас не зовем, у нас не положено. Вы у нас будете соглашенными стоять, у вас бороды порченные. Что вы натворили там с народом-то? Развратили всю страну. Все подряд. Любой заходи. И крестить тот же день. Пришел, деньги заплатил, все. А его машина задает. Все машины на ваших недомерах кинулись. Как это так? Князь Константин в каком возрасте крещение принял? Василий Великий, Анзатаус, отец Дмитрий Смирнов все это рассказывает и правильно говорит? К слову сказать, лучший всех ведет беседа Олег Стеняев прямо по Библии. А остальные налево, направо. 75 лет пропестер, бритый, в масонском галстуке. Что слушаете-то? Там сплошь и рядом противоречия. Я разбирал ответы. Тогда был митрополит еще Кирилл. 60 вопросов по ответам. Я их печатаю в книге и даю какой ответ? Он не больше трех вопросов ответил правильно. Из 60. Дальше. Спорные вопросы сняты. Кем они сняты? Как их снимать-то? Он у меня убил трех ребятишек, детей. И вы там где-то решаете, ну меня хотя бы вызовите. Я покажу, что он сидит по-прежнему с ружьем и караулит четвертого ребенка застрелить. Мы считаем от этого приглашения пойти, это все равно, чтобы в годы Отечественной войны, ну какой-то командир подвид Власова и сказал так. Я приказываю, ну имеет право приказывать, чтобы завтра пошли все, кричали «Хай Гитлер!» и шли в плен. Мы вот это рассматриваем такое же самое. Но для нас это страшнее. Я в лагере мог погубить только тело. Здесь посылать туда, где душа моя уже навсегда погибшая. Я должен отречься от талантов, которые Бог дал. Я должен отречься от чудной свободы, в которой мы жили, создали, мы не молчали. Вот эти книги мои, 38 книг, они сразу истребят. Иссайты, и все, они бросятся мгновенно. Я говорю, книга не нравится вам, вызовите меня, создайте комиссию. Но во свете Библии, не во свете ваших вымыслов. Во свете Библии, епископ Евтихий наш был и сказал, вам никогда, Игнатия, не обвинить. У него все по слову Божию. Никогда его не обвинить вам вне православия. Это он сказал в присутствии Максима. Вот так. Дальше. Общий РПЦЗ в 12-м году в состав... А в 12-м году заканчивается срок вхождения общий РПЦЗ в состав Московской Патриархии. Об этом решали? Нет там, где собирались вместе? Нет, конечно. Ни одного слова не было. Главное было только птичка, чтобы коготок увяз. Согласились на этом? Все. Поторопились. Скорее, 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 скорее. Многие были бы на это согласны. Но от них нужно было бы что? Все, кто сотрудничал с органами КГБ, все должны уйти на покой. Аминь. Правила Григория Неокисарийского, считайте. Но этого нет. Сегодня все, которые поставлены путем симонии, все, которые раньше 30-летние священники, запрет. А как? Писание говорит, 6-й Вселенский Собор, 14-е, 15-е правила. Апостольское правило 50-е. Не в три погружения, да будет извержен. И сегодня возьмите это все, как в Израиле было, если девушка вышла, а она не девушка, нет девственности, приведите к дому отца и побейте. Сегодня груды священников будут валяться. Извержены. Они не нужны никому. И поэтому там, ну, благодать я признаю, я православный, я признаю, вопреки здравому смыслу. Но они делают все доказать, что они неблагодатные. Они нарушители. Они избратители законов Божиих. Они как разбойники, говорят, на дороге с тихим подкарауливают. Я благословлю, читайте Малахи. Бог говорит, я прокляну ваши благословения, уже проклинаю. За что? Господь им говорит, читайте Малахи. Вот он машет широким рукавом, шире, к цыганке, но подала, рукава такие вот нашьют. И Бог говорит, я проклинаю. Почему вы это не проповедуете? Феофанова Творник говорит, священник говорит, я благословляю. А Бог говорит, я не благословляю. Еще сбудется. Бог не может отречься самого себя. Он не может благословлять то, что служит не для прославления Бога. У них все, и театральное зрелище, что угодно делают. В брюках женщины в храме крашены. Зачем мне этот проходной двор? Я уж не говорю, что это самый настоящий бардак. Бордель. Любая проститутка приходит, накрыл ее все. Аборты делала батюшка. Восемь абортов взял. Ну, сорок дней там покланились где-то. За один аборт десять лет. Василий Великий правило второе. Вам не правило, ничего вам не нужно. Вам лишь поднять под себя людей и царствовать. Как Булата Куджава говорил, насластвуется сласть. Но вы поднимите Библию, посмотрите, что там написано о вас. Осия говорит, народ будет погублен за недостаток ведения. К вам приходят, к Богу приходят, а не к вам, когда к вам приходят. И куда вы их ведете? Вот вдумайтесь в это. И нас туда толкать, я считаю, в здравом уме ни один здравомыслящий человек этого не делает, чтобы толкать худшее к смертельно опасному. Я вам говорю то, что есть. За каждое слово я здесь несу ответственность уголовную, в первую очередь. Экстремистские мои высказывания могут быть причисленными. Я перед Богом несу ответственность. Но прежде всего мы станем перед судом. Они меня тащили куда угодно. Все их саглядаты, все были разгромлены, проиграли суды. Все православные. А потом на меня, к свидетельстве которой, а потом приходили и каялись, как Федор Хапов. Ну, теперь там он по-другому называется, принял монашество. В алтарь заходит, а его Капрамов спрашивает, ну ты сегодня за ночь сколько баб трахнул? В алтаре, в другом алтаре полтора ведра окурок только выносят, выметают. Сидят на престоле и пьют. Переблеваны антиминсы. Я из первого источника говорю. Потому что уж нельзя так говорить. Вам это надо? Вы сначала, говорит, авгию и конюшни вычистите. Выгоните священников, которые губят людей. Они, если один погибнет по вашей небрежности, златоузный, всей жизни не хватит рассчитаться. По вашей небрежности гибнут миллионы. Вы страну погубили. Погубили страну. Вы не учили. Вы туда лезли, в школу, в военные разные ведомства, в Чечню, благословляют танки, стоит там метелкой машет где-то. Чеченцы разобрались. И когда наступают, говорят, снайперы, первую очередь отстреляют попок. Только он косичку сразу спрятал. Оделся в их камуфляж. И бороду сбрятят, что угодно. Доберутся до вас чеченцы. Сколько невинных ребят погибло. Куда вы их благословляете? Это другая страна. И научите их быть свидетелями. А не так, что вы в Афганистане были, тоже благословляли. Теперь отпеваете. Молодые ребята как? А пойдем по бабам. Только открыл какой-то там сарай. Она вот серпом как захватила и кишки вытащила женщина. Они вам покажут там баб. Александр Гневзор говорит, я не хочу, чтобы попов снова сбрасывали с колокольни. Прислушайтесь к нему. Он бесноватый. Он обставился ненужными вещами, там, трупами и все такое. Но и через осветство иногда Бог говорит, прислушайтесь, вам не помешает. Я почти 30 роликов его комментирую. Не потому ли он такой, что вы его таким сделали? Отец Смирнов говорит, Дмитрий, я крестил, крестил, посмотрел за 20 лет и никого нету. Никого нету. Кого я делал? Кого я крещу? Задумайтесь, смотри, каково вы обманываете? Мы пробовали, 50 человек выходят из крестилки. Ни одного не нашли, кто знает, зачем крестился. Ни одного. У одного бабка не хочет молиться, теща с нехристом сидеть. У другого там товарищ смеется. У третьего ВАХС проверяет. Что угодно. Вы народ не учите. И невежественный народ погибает. По вашей вине. А вы к нам пристали. Ворюйте со своими грехами. Ворюйте с сатаной, а не с нами. Мы под Божьей защитой. Нас Бог хранит. Мы за вас молимся. Молимся каждый день. А мы вам век не нужны нигде. И говорили, вот придут зарубежные, вот теперь мы вместе объединимся, и ничего не будет. Надо быть профессионалом. Еще 7 лет назад я уже предсказывал, обстановка будет именно вот такая, какая сегодня. Они нас будут сдавать. Но с нами ничего им не сделать. Ничего не сделать. Во-первых, мы московскую патриархию признаем благодатной. И нам никуда не надо идти. Батюшки нет, мы пойдем везде причащаемся. Они будут, нигде не причащайтесь. То есть, они будут бандитским методом вылавливать нас. Ну, я поеду в Москву, поеду в Бельгию. Я поеду к племяннице в Германию, я там причащусь. Все будут приходить по форме. Мы прятаться не будем. Мы христиане. А те, которые делают, это не христи, слуги сатаны, антихриста. Самые настоящие антихристы. Они не признают Христа, пришедшего во плоти. Они не верят в Него. А только слова. И когда говорят о крови христовой, кровь только в чаши. Про голгофскую кровь даже вообще разговора нет. А кто это говорит? Иероним Средовский. Интересно, когда я говорю, знаете, вот мы много проехали. Состояние церкви, духовное развалино. Ух, как священники поднялись. Да вы что говорите? Да такие храмы строят, купола. Я говорю, духовное развалино. Да на вас креста нету. Да вы что? Я тогда говорю, газета Труд. Страдиста такая, это номер такой, это патриарх Кирилл. Да вы что? Я показываю газеты. Ну, тогда, наверное, так. Только сейчас вы меня убивали за эти слова. Дальше я говорю, Серафим Саровский, говорю, не Серафим Саровский. И надо, скрываю, что я просил, и Бог сказал, не пощежу, не помилую. Ответ один, как будто не нос спасет. Да вы что? Я говорю, святой был. Да не было такого. Я говорю, Серафим Саровский. Настольная книга священнослужителя. Третий том, 600. Первая страница, первая строка сверху. Вам мало этого? Да вы что? У них только, да вы что? Открыли правду. Вы безбожники. И нас толкать туда, в эту яму, в преисподнюю, мы не хотим. Пока мы находимся здесь, они кое-что могут узнать у нас. Когда вот это так называемое признание акта сразу назвали объединением. Произошло. Мне звонит один полковник КГБ. И говорит, Игнатий Тихонович, а здорово это получилось. Ну, как же, сотрудник-то Путин, КГБ, полковник тоже. Объединились. Думаю, какая ему радость. Ну, теперь мы, Игнатий Тихонович, католиков, будем бить, бить не растопыренными пальцами, а кулаком. Как будто для этого ему дал веру. Все, чтобы католиков быть. Нам у католиков учиться надо. Учиться. Я к любому католическому ксензу, к любому григорино-армянскому подойду и благословлюсь. Я не считаю это за грех. Сказали молиться, я не буду, а благословение приму. Я его признаю настоящим, подлинным, от апостольских времен. А они признавали, мы никто, раскольники, и сейчас. Мы же здесь в храме стоим, и они везде нас клемят. Это местная, местная епархия. Они никогда на примирение не пойдут. Почему? А сатана не мирится, потому что он знает, что ему погибать. И поэтому в их лице, когда они это говорят, я вижу другое. Засталуз говорит, ты на него не обижайся. За ними стоит, кто их научает. Считайте, житие святого Мартина. Там дьяхона Бакриция научали два типа, которые на горе стояли, маячили. А он в это время клеймил епископа. Демоны. Почему не говорят житие святого Макария Александрийского? Нигде, ни в одном храме. Египетская, она никому не нужна. А там ни одного шага евангельского не было. Нету. Почему Марию Магдалину не считаете во время Великого Поста на Андрея Критского? Она апостол для апостолов. Ну, неужели вы не понимаете, что-то не то делается? А Макарий видел, когда прищищали. Ну, прищищается, имя называет, руки сложили. А он видит, стоят черные фиопы и уголь в рот толкают. Почему это не показывает? А эти видения-то были. Были. Отпевает старец, святой. И никто не видит, что на самом деле один поисий великий видит, что стоит сатана, трезубцем вынимает душу. А люди, ой, в сто лет один такой рождается. Патриарх Алексей II не успел умереть, как уже везде, уже замерно точили и ботинки там, и пояса, и исцелять в бане начали. Безумие полное. Одного канонизируют, как сейчас он пишет, 30, почти 5 человек канонизировали, и они оказались бракованными, отозвали. А уже в их честь и храмы назвали, он не взоро про это говорит. Уже иконы нарисовали, жития написали, в честь их уже крестили. А они не святые, бракованные. Оказалось, что они сотрудничали с властями. И эти оказались, ну как сейчас, ну не будут же, не могут никак Берию канонизировать. А Ленина уже этого, Гитлера канонизировали в Латвии, протестантская церковь. Все, уже иконы есть. Сталина икону уже распространяют священники. Следующий, кого вам надо канонизировать будет, это антихриста и сатану. Я больше не вижу никакого. Уже Суворова свободно, Жукова свободно. Я знаю, кого уже вздумали, Ушакова провели, а Евангелие не знает. Не судите никак прежде времени, доколе не придет Господь и не освятится крытое во мраке. Не считали? Никак. То есть, ни положительно, ни отрицательно. Не говорите, что он в аду или в раю, мы не знаем. Хотя, таким как Сталин, в аду мало места. Вот комментируя вот это, неизвестно, чье оно, ну, как говорят, Илариона, я призываю каждого помолиться об этом, автора, чтобы Господь не погубил, вот за это вот то, что пишет, и того, кто будет читать и верить, чтобы мозги просветились. Куда вы нас зовете? Вы скажите, пока вы живы, помогите нам исправиться. Я им говорил, призовите меня, я могу лекции вам читать, лекции в семинарии ваши, они близко не допустят, нигде. Никогда. Проповедь нынче только в одном храме, меня облекли в стихарь, пришлось сказать на тему 8-9 к римлянам. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Они не понимают ничего. Все. Доволен? Да. Вопросы есть еще, как-то по этому вопросу? Да, как, есть вопрос. Именно поэтому? Ну да, поэтому, конечно. Вот оно, это обращение. Закрываю его. Если по этой теме нет ничего, ну, совершенно ничего нету. Ну, мы просто поблагодарим Бога, что Господь нас нашел, открыл, и мы это узнали. Интересно, почему нету общения, это же наш, можно сказать, зарубежной церкви, митрополит, первый иерарх, какого-то тут написано. Почему у него нет общения с его, ну, благочинным здесь? Я звал, батюшка звал, ну, подкуда я знаю, почему? На этот вопрос я не могу ответить. Надо его спросить. Значит, какие-то причины есть? Ну, причины есть. Какие причины? Не знаю. Когда я был в Синоде, он хотел приехать. Я и посмеялся, я говорю, раз вы русский медведь, то пройдете, у нас большое поле овса, овес любит подминать под себя медведь и жевать. Я говорю, я вас заведу и сфотографирую, как он идет, переваливается. Он добрый-добрый. И ему хранить имущество нельзя держать. О, привет, я вас не заметил. Меня зовут Мастер Майк, и я устраиваю. Вот, там что-то заговорило православное. Вот оно где. Кто это такое? Какой-то реклама. Реклама проскочила. Вот. Мы призываем людей к полному покаянию, следованию за Христом и служению Ему по заповедям Господним. Видите, как во свете Библии мы это рассматриваем. Я знаю, последствия для меня здесь будут с их стороны неблагоприятные. А если бы они были духовны, они бы сказали, да, в самом деле что-то у нас не то делается. Вот объединение-то, говорите, произошло, а в объединении там и речи не было. Зачем обманывать-то? А дальше, ну объединили, что стоит? Да ничего нету. Те, которые были, они такие же стали, они кисельные, аморфные делаются все. С ними сотрудничать никак нельзя. Нынче мы предлагали пойти на благовестие. Ну как, едем вместе. Я патриархию вот здесь дал, написали, мы программу дали. От них ничего нету, вообще они это не знают даже. Как едем? Выс на своей машине. Село с разных сторон мы берем. В одном выступаем, вы минут 15, потом мы. Но концовка одинаковая. Всех зовем в храмы московской патриархии. Все. Всех. Едем в другом селу, ночуем. Все. Никогда. И ответа никакого не последовало. Им это не надо. Они чужие. Им нужна жареная рыба в пост. И они в пост семинаристов кормят жареной рыбой. Я их знаю. Как говорил Авакум, говорит, су пустосвятов, я их давно знаю уже. Ноги, говорит, как столбцы. Вот такие. И вот смена этого секретаря, который был в рабочей комиссии, вот этот Сергий, отец Сергий Беляев. Это значит смена, ну то есть, как-то же, что-то же послужило сменить секретаря в очередной раз? Не знаю. Что не знаю, то не знаю. Но его видели, батюшка заходил, будто бы часовенка на вокзале. Там маленький совсем, и он там служит. Про это ничего не могу сказать. Когда он был здесь, он зашел к нам в алтарь, и припал к алтаре, к престолу. Я сразу архиерею сказал, кого посылаете к нам, видно, как он благоговейно относится. Для меня это все дорого. Для сектантов это не понять. Еще вопрос. Ну, спаси Христос за ответ. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Аминь.